Что касается приобретения билетов для простых граждан. Исключительная особенность вот этого валидатора состоит в том, что он может принимать как за деньги проезд, то есть человек, который не имеет никакой карты, он садится в салон и дал деньги, и получил билет, и поехал. И учтено в системе на центральном сервере, что такой человек был, который проехал не за карточку льготную, не за коммерческую карточку, а именно за свои деньги. Значит, что касается приобретения других пластиковых карт. Мы ожидаем, что с моментом внедрения такой системы, помимо льготных карт, появится у нас на территории и коммерческие карты. Когда начнется внедрение системы официально, им мы закладывали порядка 20 тысяч коммерческих пластиковых карт. Например, в Санкт-Петербурге таких карт больше 14 типов. В Ивановской области их две. То есть в зависимости от региона количество карт, в зависимости от населения, категории населения, студенты, школьники, пенсионеры, может быть, директора предприятий крупных, например, вагонзавод, захотят для своих сотрудников, для своих рабочих, выпустить отдельную карту, на которой будет проездка на рубль дешевле. Спасибо. 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 Спасибо.